Гэтый микропланшетный ридер может выполнять широкий спектр анализов. Тут его будут использовать для диагностики захворывания у щитоподобной залозы. Сейчас у лаборатории диспансера есть подобный аппарат, однако он уже выпрацевал свой ресурс. Между тем, такое обсталевание не обходность. В работе эндокринологического диспансера он необходим, потому что одна из основных патологий, которые состоят у нас на диспансерном учете, это лица с патологией щитовидной железы. Естественно, они нуждаются в обследовании. То есть в проведении узи-обследования гормонального статуса щитовидной железы, которую мы будем проводить с помощью этого прибора. Доброченная организация – Радиологичный институт здоровья и новокольного сяродия Мяотта Хуга, супрацовничая с нашей краиной с 1991 года. За этот час реализовано гуманитарных проектов на 22 миллионы евро. Их метод допомога упередольвания наступства у катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Подтримка областного эндокринологического диспансера – сярод приоритетных задач. При содейничании института Отта Хуга с 1992 года во установе дейничая Центр диагностики и терапии патологий щитоподобной залозы. Германские партнеры допомагают не только обследованием, а и реагентами для его работы. «Наше сотрудничество с гуманитарным областным эндокринологическим диспансером будет продолжаться, потому что мы видим конкретные результаты работы, видим высококлассных специалистов, которые здесь работают». Проекты, которые институт имя Отта Хуга реализует в Беларуси, тычатся не только социальной сферы. Найден с направлением – отновляльная краница энергии. Зараз обмерковывается махчимость реализации разом с Гомельским державным техничным университетом имя Сухого совместного проекта у этой сферы. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель».